Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двойной успех. Футбольные команды Самарской области одержали победы в чемпионате России. Проблемой микрорайона Волгарь стала первой темой оперативного совещания, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев. Этим утром было выявлено превышение в воздухе предельно допустимой концентрации вредных веществ. Глава города Елена Лапушкина доложила, такая ситуация возникает ежегодно. Федорищев поручил сформировать рабочую группу, в которую войдут представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Межрайонные природоохранные прокуратуры и других ведомств, чтобы выявить и решить проблему. На совещании обсудили необходимость увеличения количества автобусов на маршруте номер 75, а также его продление. Глава города сообщила, что с 1 октября маршрут удлинят, а количество автобусов увеличат. Также глава региона сообщил, что Николай Ренц уходит с поста главы Тольятти. Решение о новом руководителе Автограда будет принято в ближайший месяц. Работу районных административных комиссий и разработку проекта социально-экономического развития города обсудили сегодня на еженедельном рабочем совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Подробности в нашем сюжете. О работе районных административных комиссий говорили на рабочем совещании в мэрии Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной. Эти органы собирают информацию о возможных административных нарушениях. Если их признаки подтверждаются, то материалы передают в прокуратуру для дальнейшего возбуждения дел и взыскания штрафов. Главы районов доложили о статистике выявленных и оплаченных нарушений. Чаще всего штрафуют за парковку на газоне и нелегальную торговлю. Основные статьи, по которым правонарушения зафиксированы, это размещение транспортных средств на газоне, 424 аж административных правонарушения. Следующей статьей, самой частой, это осуществление розничной торговли, 58 административных протоколов рассмотрено. Ну и также нарушение дополнительных требований к выгоду домашних животных, 8 административных протоколов составили в этом году. Также на совещании обсудили работу по разработке программы социально-экономического развития города на ближайшее десятилетие. Подготовкой проекта займется экспертная организация, которая уже готовила такие документы для Архангельска, Кирова и Барнаульской агломерации. Сейчас специалисты проводят опрос жителей города и принимают предложения и идеи, которые нужно учесть при составлении программы. Главы районов, обращаюсь к вам. Максимально распространите вот этот опросник для населения, чтобы было с чем работать и чтобы было максимально задействовано количество людей, жителей Самары. Ну и соответственно всех уважаемые коллеги приглашаю принять участие и пройти этот опрос. На втором этапе специалисты проведут анализ полученных данных, а уже в рамках третьего этапа подготовят проект программы развития. При этом в своей работе они будут учитывать и уже предложенную губернатором Вячеславом Федорищевым программу социально-экономического развития области. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Волжском районе Самарской области прошли тактико-специальные учения с участием региональных ФСБ, МВД, МЧС, Управления Росгвардии, Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, Министерства здравоохранения, поисково-спасательной службы, а также Самарской таможни. Отрабатывали алгоритмы реагирования силы средств оперативного штаба в Самарской области на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионной террористических групп Украины. По легенде, руководителем УФСБ России по Самарской области был введен режим контртеррористической операции. Погнали. 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 Выходи, живой будешь. Подразделения межведомственной группировки силы средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали профессионализм и эффективность реагирования на угрозы террористического характера. Все поставленные задачи решены. Мастер государственного администрирования проект под таким названием стартовал для сотрудников налоговой службы. Наша съемочная группа побывала на месте событий и готова поделиться подробностями. Развитие эмоционального интеллекта, тайм-менеджмент, управление человеческим капиталом. Для сотрудников налоговой службы стартовал образовательный проект «Мастер государственного администрирования». Участие в нем принимает около ста специалистов налоговой службы со всех регионов России. От Калининграда до Владивостока. В том числе и руководители ведомств. Поступление в МГА для меня это была следующая ступень своего развития. Перед нами очень стоит много многозадачных задач, которые надо решать не только в налоговложении, но и с кадрами, у нас и социальные программы очень много. Все, что связано с родственным мониторингом, с органом внутренних дел, а также валютного контроля, все этим мы занимаемся. Данный проект поможет настраивать все больше и больше взаимодействия со всем и применять это в нашей работе. Чтобы стать участником проекта, необходимо было пройти три этапа отбора, из которых самым ответственным является тестирование. Все самые такие новшества, которые есть в управлении, в менеджменте, здесь как раз будут изучаться. И, конечно, это повысит эффективность, эффективность управленческую, эффективность начальников, соответственно, снизит затраты. Но раз затраты снизит, снизит затраты и для налогоплательщиков, тем самым повысит доверие к федеральной налоговой службе со стороны населения. Проект профессионального развития ФНС России – мастер государственного администрирования, лидер цифровой трансформации на госслужбе. Он стартовал в 2021 году с целью сформировать новое поколение руководителей и специалистов налоговой службы через непрерывное обучение и обмен эффективными практиками между российскими регионами. В НГА попадают только самые активные, самые способные люди. Это те люди, которые являются действительно активной фазой, активной силой нашей службы, с которой мы становимся все лучше и лучше. На протяжении пяти дней очной сессии сотрудников налоговой службы ждет насыщенная программа с различными мастер-классами и тренингами. Августина Охременко, Константин Головин, События. А теперь коротко о других темах дня. В Сызранском районе Самарской области столкнулись две иномарки. Об этом сообщили спасатели. ДТП с участием бензовоза «Вольво» и легковушки «Киа-Сит» произошло на 893-м километре трассы М5. На место оперативно прибыли пожарные, которые сразу начали аварийно-спасательные работы. Одного человека госпитализировали. Из-за предстоящей вспышки на Солнце Землю может накрыть магнитная буря уровня G5. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. В понедельник и вторник на Земле ожидаются крупные бури с очередными волнами полярных сияний. Второй сценарий предполагает спокойное геомагнитное поле без возмущений. Вероятность первого сценария 53%. В этой ситуации исход событий можно сравнить с подбрасыванием монетки. Если случится первый сценарий, а именно он сейчас в финальных прогнозах, то буря может продлиться около 30 часов, а пик в колебании магнитного поля ожидают уже этим вечером. Полярные сияния снова будут видны в основном в восточном полушарии, в том числе над Россией. В Самаре на этой неделе проведут ремонтно-профилактические работы с коротковременными отключениями холодной воды. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании. Во вторник, 17 сентября, с 10 до 18 воду отключат по адресам. Улица Кабельная 1, 2, 2А, 3, 4А. Бойлер установят на Кабельной 2. В этот же день, с 10 до 20, холодное водоснабжение не будет поступать по адресам. Улица Свободы, 132, 136. Проспект Кирова, с 68 по 78 дома. А с 10 часов 17 сентября до 10 часов 18 сентября в парк имени Гагарина и по адресу улица 22 партиезда 166. В четверг, 19 сентября, с 9 до 21 водоснабжение ограничат по адресам. Московское шоссе с 41 по 57 дома. Улица Гастелло, 30, 32, 46, 49. Улица Центральная, 25, 27, 29. Улица Санфировой, с 99 по 112 дома. Бойлер установят на улице Гастелло, 48. С 10 утра 19 сентября до 5 утра 20 сентября на отключение затронут адреса. Улица Черемшанская, 139, 139А, 147. Улица Нагорная, со 138 по 153 дома. Врач-невролог рассказал, при каких заболеваниях противопоказано пить кофе. При ежедневном потреблении кофе или злоупотреблении им человек может стать раздражительным и тревожным. У людей с тревожными расстройствами и частым сердцебиением может появиться чувство беспокойства. Людям с гастридом и проблемами с желудком можно не отказываться от напитка, но стоит значительно уменьшить его количество. Именно он во многих случаях и вызывает расстройство пищеварения. Страдающим гипертонией врач порекомендовал вообще исключить кофе из своего рациона. В Совете Федерации предложили привлечь школьников и студентов к осенним сельхозработам. В России проходит сельскохозяйственная уборочная кампания. Во всех регионах страны специальные работники при помощи механической техники, а также вручную, собирают урожай. Сенатор Наталья Косихина предложила рассмотреть вопрос о привлечении к труду молодого поколения, учеников старших классов, а также студентов бакалавриата. По мнению сенатора, полезный труд позволит учащимся переключиться с негативных мыслей, познакомиться с новыми людьми и приобрести новые навыки. Она предложила организовать однодневные работы для старшеклассников и поездки на выходные для студентов. Правила личной гигиены, здорового питания и профилактика заболеваний. Самарские школьники приняли участие во всероссийской акции «Диктант здоровья». Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. Главная цель всероссийской акции «Диктант здоровья». В его написании приняли участие ученики Самарской школы номер 57. Среди них девятиклассница Виктория Гребенец. Рассказывает, правила личной гигиены соблюдает постоянно, а знания решила проверить во время «Диктанта здоровья». Вопросы были не особо сложные. Например, был вопрос, как часто нужно проветривать помещение. Более двух-трех раз в день. Мне понравилось участвовать в этом «Диктанте». Я бы хотела еще раз посетить такое мероприятие. «Диктант здоровья» – это всероссийская образовательная акция. В ней могут принять участие все желающие старше 13 лет. Для этого нужно ответить на 39 вопросов, разработанные ведущими научными экспертами Роспотребнадзора. Вопросы достаточно несложные, но важно помнить о них каждый день для того, чтобы применять их на практике, оставаться здоровыми. Это актуально, как в моменты повышения заболеваемости ОРВИ в осенний период. Это важно летом, чтобы правильно кушать фрукты и овощи, обязательно их мыть. Это важно каждому. «Диктант» пишут все старшеклассники в разных регионах страны. Вопросы для них зачитывают научные эксперты – известные телеведущие, музыканты, актеры, блогеры и спортсмены. Для учеников 57-й школы «Диктант» провел Юрий Косых – мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ. «Ведение здорового образа жизни – это половина успеха не только в спорте, но и во всех сферах жизни человека. Поэтому мне хочется рассказать ребятам о том, что это так важно». Написать диктант можно до 21 сентября. Желающие могут пройти тестирование на сайте Роспотребнадзора. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События. В Созрине открылась выставка художника-участника СВО Владимира Чучуева. В экспозиции представлены картины, посвященные подвигам военнослужащих в зоне специальной военной операции. О том, что вдохновило автора на написание картин, расскажем в нашем сюжете. Художник Владимир Чучуев служил в зоне специальной военной операции в составе железнодорожного соединения Центрального военного округа. Эскизы и наброски делал в промежутках между выполнением боевых задач. Сами картины писал уже по возвращении в пункт постоянной дислокации. В основе сюжетной линии героические подвиги военнослужащих, выполняющих задачи в составе бронепоезда «Енисей» в зоне проведения СВО. Просто даже этим воздухом подышишь, с парнями там пообщаешься, бронежилет на себе поносишь, каску на себе поносишь, потом картины, они чувствительнее. Сейчас особенно такое время наступило, когда не только песни, не только концерты, не только это нужно, но и живопись, картины нужны. А эти картины, тем более, они остаются на долгие времена. Картины Владимира Чучуева представлены на выставке в Сызранском доме культуры. Среди первых посетителей – военные железнодорожники Центрального военного округа, школьники, студенты, воспитанники юноармейских отрядов, а также представители органов муниципальной власти. Очень приятно было увидеть картины глазами художника в зоне специальной военной операции, как он смог это передать. Можно увидеть все это, как на самом деле происходит, как это передал художник, как это видит художник. Я рад, что я почувствовал этот музей с прекрасными картинами. Со времен, наверное, Второй мировой войны тут даже есть картины, ну типа по мотивам написанные. А так, мне все понравилось в общем. Для посетителей художник сам проводит экскурсии по экспозиции и делится историями о своем боевом пути. Галина Топилина, События. Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. По данным Приволжского УГМС, ночью 18 и 19 сентября местами по региону ожидается заморозки от нуля до минус 3 градусов. Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует не допускать переохлаждения и одеваться теплее для защиты сельскохозяйственных растений и укрытий полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Сентябрь для дачников – горячая пора. До наступления холодов нужно и почву удобрить, и кустарники посадить, и сделать множество других дел на участке, что обязательно нужно успеть до наступления зимы. У опытных садоводов узнала Ксения Баканова. Михаил и Галина Швыревы – дачники со стажем. Уже больше 30 лет занимаются своим участком. Здесь есть все – овощи, фрукты, ягоды и, конечно, цветы. Галина и Михаил с удовольствием делятся своим опытом. Так, чтобы розы радовали как можно дольше, нужно вовремя поливать их, убирать отсветшие бутоны и рыхлить почву. Глубже проходит влага, кислород. Дышать корышкам удобно, хорошо, легко. Вот. Поэтому такая роза красивая становится. Глаз радует. А вот ирисы и лилии лучше поливать реже. От избытка влаги луковицы могут загнить. Еще одна гордость – пушистые гортензии. Эти цветы любят влажную и кислую почву. А если грунт не подходит, можно изменить его состав. Достаточно добавить лимонную кислоту. Дачники успевают поработать не только в цветнике, но и на огороде. Чтобы культуры порадовали вас хорошим урожаем, за ними необходимо правильно ухаживать. Так, например, ежевику важно поливать, подкармливать и обязательно подвязывать. Это необходимо для того, чтобы ягоды не касались земли. Огурцы сажают в теплицу в конце апреля. Кусты удобряют навозом и калием. Здесь всего 20 саженцев, а урожай богатый. Вот такие у нас с шипами огурцы хорошие. Мы не только огурцы срываем, мы еще убираем плохие листья, потому что это инфекция. Вот, например, пожелтел, мы также убираем. Это очень важно делать. Рядом растет виноград. По словам дачников, ускорить его созревание поможет простое прореживание листьев. Также важно следить, чтобы высота растений не превышала двух метров. Ну вот мы уже срезали. Он был повыше, сантиметров 20 положено срезать, чтобы в эту вот кисть она была полной и сочной, и вкусной. Вот она. Михаил и Галина привыкли все делать вместе. Вот он виноград. Но он еще, он еще. Он не поспел. Да, я попробую. Попробуй, попробуй. Вкусный, нет? Мне нравится. И слышишь. Тебе не нравится, а мне нравится. Клубника – это царица сада. После посадки в грунт кусты нельзя стричь. И только на третий год листья полностью скашиваются. Клубника проливается крепким раствором марганцовки и удобряется. Также нужно не забывать рыхлить кусты. Клубника это любит. У супругов большой урожай яблок и груш. Из них варят компоты и варенье. А если заметили, что плоды сильно свисают с ветки, то делают специальные подпорки. А вот обрезать плодовые деревья осенью нежелательно, говорит руководитель садового центра Артур Асланян. Есть понимание, что прорастают новые побеги, они не успевают от древесны до морозов. И, скорее всего, они подморозятся. Соответственно, у нас будет потеря определенных там стволов у дерева. По словам специалистов, лучше делать эту процедуру весной. Так же, как и посадку косточковых – абрикоса, персика, черешни. Эти культуры довольно капризны. А вот подкормить растения нужно успеть обязательно. Такой прием позволяет повысить стойкость культур к холодам, заложить фундамент под будущий урожай и насытить почву необходимыми питательными веществами. Мы советуем подкормить растения осенью именно калиево-фосфорными удобрениями. От азота мы постепенно уходим. Это все делается для того, чтобы приостановить вегетационный рост растения и постепенно, чтобы оно уходило в спячку. Два раза в месяц, один раз хотя бы в месяц. Но это обязательные условия для того, чтобы растение хорошо перезимовало. Дачи в сентябре требуют пристального внимания и активной работы, чтобы в новом году радовать садоводов обильным урожаем. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Футбольные команды Самарской области одержали синхронные победы в восьмом туре Чемпионата России по футболу. Крылья Советов обыграли «Рубин» в Волжском дерби. А «Крон» был сильнее «Химок» в дуэли красно-черных команд. Подробнее в нашей спортивной рубрике. В восьмом туре Чемпионата России по футболу Самарские крылья Советов на выезде играли против «Казанского» «Рубина». Гости решили все вопросы уже в первом тайме Волжского дерби. На 36-й минуте Гаре реализовал пенальти, а на 42-й Олейников грамотно сориентировался после отскока от голкипера при розыгрыше штрафного и по красивой траектории направил мяч ворота. Во втором тайме самарцы сыграли по счету и сохранили преимущество. 2-0. Победа крыльев. Команда поднялась на 10-е место в таблице. Победил в восьмом туре Чемпионата России и другой клуб Самарской области Тольяттинский «Акрон», который на Самаро-арене принимал подмосковные «Хинки». Здесь также к концу первого тайма счет был 2-0 в пользу команды из 63-го региона. Отлично сработал дуэт Салтмурат Бакаев и Стефан Лончер. Они забили по одному голу и сделали по одной результативной передаче. А на 64-й минуте на поле вышел новичок тольяттинцев Артем Дзюба. Один из лучших бомбардиров в истории российского футбола помог оформить своему новому клубу уверенную победу. На 91-й минуте он сделал голевой пасху Булову. 3-0. Победа «Акрона», который в таблице расположился сразу за крыльями на 11-м месте. Хоккеисты «Лады» продолжают свою первую серию выездных матчей в новом сезоне КХЛ. После победы над Подольским «Витязем» тольяттинцы играли в Санкт-Петербурге против местного СКА. Хозяева активно начали матч и к 9-й минуте повели 2-0. Гости отыграли одну шайбу в середине второго периода. Но сразу на старте третьего питерцы вновь оторвались в счете. Тольяттинцы не сдались и смогли отыграться к 52-й минуте. Основное время матча закончилось в ничью, а в овертайме хозяева все же смогли победить. 3-4. Поражение «Лады». Волейболисты «Новы» набрали первые очки в российской суперлиге. После двух сухих поражений на старте чемпионата новакуйбышевцы на выезде дали бой красноярскому «Енисею». После разгрома в первой партии, которая завершилась в пользу хозяев, команды выдали интересную и плотную борьбу. Три последующие партии завершались с минимальной разницей в два очка. Вторая и четвертая остались за «Новы», а третья за «Енисеем». А на тайбрейк сил у гостей уже не хватило. 16-25, 25-23, 27-29, 31-29, 8-15. И 2-3 по партиям «Поражение Новы». Во Владикавказе прошел пятый заключительный этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области. Вадим Абрамов и Дмитрий Блохин заняли второе место, выполнив разряды кандидатов в мастера спорта. По итогам августа паблик Самаргиз ВКонтакте вновь вошел в тройку лидеров по вовлеченности подписчиков в престижном федеральном рейтинге от Нью-Медиа. Рейтинг основан на анализе 68 сообществ, телеканалов, городов-миллионников с аудиторией 5000 подписчиков. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе. Учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам в постах. Наши пользователи одними из первых узнают обо всех новостях, которыми живет Самара. Еще одно преимущество для наших подписчиков ВКонтакте – здесь можно оставить жалобу, и она практически моментально уйдет в профильные городские службы. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задать вопрос по пользованию мобильным приложением можно по телефону, указанному на экране. В регион поступила новая партия вакцины от гриппа, сообщает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Это 300 тысяч доз Гриппол Плюс, предназначенные для профилактики гриппа у детей и взрослых. Они распределены, в ближайшее время будут доставлены в медучреждения Самарской области. По словам медиков, прививочная кампания началась активно. Вакцинацию уже прошли свыше 300 тысяч жителей. Но важно продолжать такими же темпами, чтобы сформировать иммунную прослойку в обществе и предупредить широкое распространение вирусных инфекций. В железнодорожном районе активно ведутся работы по благоустройству, сообщает администрация. По адресам Гагарина, 11, 13, 15 и 17 специалисты работают над обновлением дорожного полотна, используя современные технологии и соблюдая все необходимые требования. Работы проводятся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok